всем здравствуйте вы на кулинарном канале еда с павликом что-то я давненько не готовил салаты а скоро великий праздник новый год поэтому надо исправлять ситуацию и предлагать вам подходящие для праздничного стола рецепты салат который я сегодня буду готовить очень хорошо справиться с этой задачей потому что с виду он симпатичный и по вкусу отличный для семейных посиделок приличный сверху запеченные баклажаны а внутри сочная начинка из болгарского перчика куриных сердечек и еще несколько хорошо сочетаемых ингредиентов в общем моя задача сегодня рассказать и показать как я готовлю салат для праздничного стола а затем готовое блюдо подвергнется независимой оценке со стороны детей и жены они продегустируют то что получилось и честно обо всем расскажут ну что пора посмотреть на необходимые ингредиенты приготовление салата подготавливаю основные продукты у двух баклажанов удаляю плодоножки и нарезаю их тоненькими слайсами примерно по пол сантиметра шириной выкладываю на противень смазанный оливковым маслом далее наливаю оливковое масло совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть капельку лей 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 я скажу когда все еще еще чуть-чуть достаточно так закрывай крышкой смелей все вот так вот размазывай хорошо чтобы все черное было блестело вот по краям еще это как будто бы рисование только ты маслом рисуешь вот как на мыле ездит здесь помнишь в лунтике они баба капа хотела она ушла куда-то за ягодами и все они хотели помыть одежду и потом лунтик катался на мыле он потом в бочку залетел а этот как он нет потом баба капа пришла и научила их мыть пол а кто такая баба капа вообще это что это бабушка лунтика что ли это мама лунтика а это мама лунтика только она уже станет я лунтик как-то не смотрел поэтому вот тут еще чуть-чуть так ну-ка дани где там еще говоришь какая соня молодец ну чё да не нравится как соня сделала вообще супер по моему вот я еще один возьму вот я самый большой вот вот так вот посмотри какой где так это два я вообще обмазывалась пальцами вот так вот пальцами обмазывалась да жирно вот так вот да вот так вот плотнее я тоже немного измазался и чё потом все равно мыть будем ну это кулинария здесь все пачкается так ну давай еще вот сюда вот один сделай так хоп вам нужно было маленький теперь нужно каждый баклажанчик который вы уложили на противень нужно его слегка посолить вот давай да нет и допустим это посолить все вот здесь вот 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 так вот чуть-чуть ага здесь здесь сильно не пересолите потому что все будет очень сильно солено вот один сюда вот хорошо у вас получается это я буду а ты это делаешь и убираю в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов одну луковицу нарезаю полукольцами перекладываю в тарелку и добавляю пол чайной ложки соли пол чайной ложки сахара и одну столовую ложку 9 процентного уксуса оставляя в таком виде мариноваться 350 грамм куриных сердец чищу от белых прожилок и отвариваю в течение 20 минут после закипания воды когда сердечки остынут шинкую их на более мелкие части 3 яйца отвариваю в течение 8 минут после закипания воды очищаю и тру на терке у одного болгарского перца удаляю плодоножку и семечки шинкую небольшими кубиками готовлю соус для заправки в тарелке смешиваю 4 столовых ложки сметаны одну чайную ложку горчицы и один мелко нашинкованный зубчик чеснока солю и перемешиваю добавляя одну третью часть соуса в куриные сердечки одну третью часть в измельченные яйца и одну третью часть к нашинкованному перцу все три тарелки с ингредиентами перемешиваю сборка салата для формирования салата я взял глубокую емкость которую застилаю пищевой пленкой первым слоем выкладываю слайсы баклажанов так чтобы внутренняя часть емкости была полностью закрыта вторым слоем яйца третьим слоем лук четвертым слоем куриные сердца и пятым слоем перец после формирования каждого слоя его необходимо утрамбовать для плотности края баклажанов которые остались я загибаю во внутреннюю часть емкости и переношу ее на несколько часов в холодильник за это время салат хорошо пропитается останется только перевернуть емкость на плоскую тарелку и убрать пленку сверху посыпаю салат нашинкованным укропом и кунжутом вот и все приготовление салата закончено пора бы его нарезать порционно выложить на тарелки и продегустировать желаю всем приятного аппетита и 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 Здравствуйте! Сегодня мы снимаемся всей семьей. Наконец-то, да? Ну что, приступаем? Можно, да, Даля? Давайте попробуем. Я себе ножичек взял специально, чтобы разрезать. Он может отсюда выковыривать между баклажанами. Папа, это что такое? Это сердечки. Это мясо, в общем, да. Ну что, семья, вкусно? Вкусно. А тебе зовут? Нормально. Как тебе мясо? Нормально. У меня такое чувство, что меня в камеру не видно. Мне вкусно. Я тоже. Я еще не попробовала. А на лук от будем готовить такой? Это вкусно! Да нет, я сейчас твой лукоть уже есть буду. Да, сыренько прям чувствуется чуть-чуть совсем. Это лук. Просто свежий лук и вот он чувствуется. Тебе, София, разрезать как-нибудь поудобнее? Угу. Будешь так вот? Давайте вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Кусок сейчас разрежу. Хоп. Поднимите руки, кому очень вкусно. У меня руки заняты, я не могу. Мне вкусно. Но мне тоже вкусно. Лучок прям как будто на какой-то терке прям такой тоненький. Даже я так не умею. Да, да. Да. Ну да. Ой. А вот это вот что чёрненькое? Это шкурка у баклажана. Шкурка? Шкурка. Он больше как на салата какая-то закуска идёт. Даня, я взял колпак съехал. О! Нет, для тебя. Красавчик. Помоги мне баклажан попробовать. Ммм, вкусный. Ммм. Мне еще добавило. Ммм. А тебе надо подбирать. Ммм. Ммм. Я сегодня выше всех. Да. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, почему шестилетний ребёнок выше моей жены? Это такой вопрос. Ребёнок-переросток. Да, да, да. Жене 45 с кухни. А, чуть поменьше. Жене чуть поменьше, а тебе 6 лет. Чуть поменьше. Это сколько? 44? 18. 18? Окей. Да, всё, понял. Что тебе на 19-летие подарить? Мне? Приготовь этот волшебный салат. Окей. Я тебе майонезом так напишу 19. Хорошо. Типа, поздравляю. Майонезом напишешь, засунешь туда целый чеснок зубчика. Это будет для мамы сюрприз. Она наберется до середины и всё. Даня, если бы ты маме на день рождения салат делал, то ты бы какие ингредиенты положил? Я бы положил сыр, помидор. Помидор. Потом, потом курицу. Сыр, помидор, курицу. И баклажаны. И баклажаны. Ну, классно. И как бы этот салат назывался? Здравствуй, жопа, Новый год. Салат для волшебной любимой маме, да? Я буду одни перцы есть. Они потому что сладкие. Сладкие. Папа у нас сегодня первое место, да? Почему? Потому что. А, первое место занял по первенству свидание салата. Я всё. И он, кстати, сытный. Не знаю, если бы я на Новый год такой съел, я бы максимум ещё что-нибудь и всё, я бы наелся. Что там такое? Там звезды, что ли? Нет, я хочу попрыгнуть туда. Вон туда? Так там же потолок. Я хочу удариться головой. А потолок? Ну ладно, перед сном тебя подкину, ударю. А можно, когда мы пойдём спать, ты нас вот так и покидаешь? Ну, потолок могу. Ну, сколько раз надо вас шваркнуть в потолок? Ну, давай четыре. Четыре раза? Да. Вы терпите? Угу. Ну ладно, хорошо. Тебе, Даня, сколько потолок раз? Три раза? И меня. Он такой. Благодарю вас за просмотр видео. После такого салатика, вот прям, прям хорошо. Хотелось бы и с вами поделиться таким чувством. Так что смелее готовьте по рецепту, и пусть вам тоже будет хорошо. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...